С 2015 года в налоговом кодексе вступают в силу множество изменений. Одно из них касается представления в налоговую службу декларации по НДС. С нового года организации будут сдавать ее по новой форме и в другие сроки. Теперь отчитываться по НДС налогу на добавленную стоимость налогоплательщики будут до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом, а не как раньше до 20. По новому придется подавать декларацию уже за четвертый квартал года текущего. Но поскольку 25 января выпадает на воскресенье, то 26 число – крайний срок, когда ее нужно будет представить в налоговую инспекцию. Что же касается обновления формы декларации по НДС, то с будущего года там будет больше разделов. Согласно пункту 5 Прим. 1 статьи 174 НК РФ, начиная с налогового периода 1 квартал 2015 года, в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость подлежат включению сведения, указанные в книге покупок и книге продаж налогоплательщика. А при осуществлении посреднической деятельности в налоговую декларацию включаются сведения, указанные в журнале учета полученных и выставленных счетов фактур в отношении указанной деятельности. Что касается формы подачи декларации, то в будущем году в инспекции будут принимать только электронные документы. Ранее налогоплательщик мог представить декларацию в бумажном варианте, и у инспектора не было причин отказать в приеме документа. За нарушение приходилось лишь заплатить 200 рублей штрафа за несоблюдение способа представления. С 2015 года у организации уже не будет вариантов, только электронная отчетность. Если налогоплательщик подготовит декларацию на бумажном носителе, то она будет считаться не сданной. В таком случае придется заплатить штраф 5% от суммы налога к уплате за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тысячи рублей. Так что плательщикам НДС нужно уделить особое внимание подготовке декларации к сдаче в налоговую инспекцию по телекоммуникационным каналам связи. Поэтому, чтобы сократить риски, представить налоговую декларацию по НДС за первый квартал 2015 года лучше заблаговременно, то есть за 5-10 дней до установленного кодексом срока сдачи документа в налоговую службу. Продолжение следует...